Зелёный человечек Через часик Что? Через часик А, ну ладно Как раз и панатрика Да Ух ты, туман сегодня, да, у нас? Глянь туда А, у солнца светит Туда, глянь, камера Да, тут туман видно хорошо Я, гляньте, зацвёл вот этот вот тёщин язык Я не знаю, хорошо это или плохо Ну, потому что Такие у него интересные цветы У меня сегодня по плану закатывать помидорки Сейчас буду отбирать, какие целенькие Какие на томатик Пустим Куда ты? Куда ты пойдёшь? Помидоры Помидоры? Ну, сейчас я возьму ящички, хорошо? Да Я распределила помидорчики Вот эти вот два ящичка Это будет для томата И вот одна Мисочка Сейчас я её перемою Это будут закатанные Ну, просто, в общем, в рассоле Как это Ну да, в рассоле В общем, обычные закатанные И томатик Ну, я сейчас дам Грише на полис поеду документы Иди Иди Ты, деда, иди Документы сейчас дам Идите, работайте А я думаю, мы ещё покоим рыбу Ну, идите Они тут пахать будут Ну, давайте, доделывайте И будете идут туда Ну так, банки намыты Помидоры тоже Рецепт Вот я нашла По которому буду закатывать Но закатывать сейчас не буду Сейчас поеду Сдам все документы на полис Григорию Что? Всё На рыбалку Дверь закрывай только в кладовку Мама мне река оставляла Да И ночью дашь А чтоб ночью я тоже не болела Чтоб я тебя не прогасила Рекрасный давай Да Поедем зубик лечить, да? Когда? Ну я запишу тебе, когда там примут нас Тогда поедем Мама А по я хочу посмотреть, как мне лечат зуб Ну да, ну посмотрим Мама, пожалуйста, возьми его Так, давай, беги до деда Хорошо Мама поедет сейчас Читаровку Ну че? Ну полис Гришис, да? На полис документов Это что? Это чтобы его лечили бесплатно Зубки ему делали бесплатно Давай, давай Бесплатно? Переезд закрыт Так что сейчас Постоим чуть-чуть Или уже поехали? Поехали, наверное, уже Так заехала сейчас Купила арбузик 20 рублей за килограмм Бутылку уксуса Помидоры закатывать 9% Так А полис я, кстати, заказала Григорию Но дали же вот этот временный Поэтому В общем, уже можно ездить лечить зубы Но мы еще недельку подождем Потому что все дома дети Как раз Антоха и Афанасий будут в детском саду И мы с Гришей будем ездить Посмотрим, что нам скажут Хочу поехать на Рашпилевскую Там Вроде бы бесплатно ставят вот эти вот пластины Не брекеты, а пластины на выравнивание Вот Ну, посмотрим Сначала поездим Так их нужно почистить И там кое-где запломбировать А потом за пластинами поедем в город Потому что Там вроде бы ставят до Скольки-то там лет эти пластины бесплатно Вот А у нас По слухам Шесть тысяч это стоит И восемь В разных Платных Клиниках Ну, не знаю В общем, хочется мне в Краснодар Поехать за Григорием Чтобы посмотрели его зубы Несмотря на то, что это мальчик Все равно хочется, чтобы зубы у него были хорошие Ой, почки начинаются Так что все будет отключаться Пользуется, кстати, вообще быстро Три секунды мне все там печатали И Сейчас это уже сам кабинет Поэтому По полису Было раньше в главном офисе поликлиники Сейчас его там, где флюорография в Титровке То есть там в соседнем здании его сделали И там вообще никого не было То есть я сразу зашла И все быстренько все напечатали Выдадут Григорьевской или пластиковый полис Просто он будет без фотографий Вот Так что Слава Богу сделали Грище полис А то у него был вот этот еще книжечка Который И он Уже не действовал даже То есть как-то Не хочется даже медучреждения подставлять Потому что им получается ничего не заплатить за наш прием Ну как-то так Как они по крайней мере это говорят Ладно, все, выключаюсь А то бочки Ой, а Фонька меня сразу встречает Да, сынок? Ага Скучал за мамой? А мне не было тут час, наверное Открывай Вот Открывай Открывай Нажимай И Теперь сюда Вот Все Заходи Разрезали мы арбузик Он, конечно, вообще супер-пупер вкусный И такой тонкокора попался Шкурки почти нету Как тебе, сынок? Немал Вкусно? Вот эти две рыбешки отдали Марсику А Марсик их и не ест, да? Ау Две рыбки попалось Одну Антоша поймал, одну Гриша А смотри Да Помидорки ждут меня Я тут уже начала чистить чеснок Для того, чтобы помидорки закатывали Сын у меня пока решил искупаться, да, сынок? Да Ты в круг сел, чтоб не утонуть? Мам Аа 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 Ну в ванну пойдем Сейчас папа приедет Пообедаем И пойдешь в ванне Так покупаешься с кругом, хорошо? Угу Я тебе водички наберу, ладно? Ага Там Там Ванна Ванна А там Ванна полная Полная? Да Ну посмотрим, сколько там воды теплая, ладно? Ага Сниму вам еще раз рецепт Если хотите, остановите Либо найдите вот так вот сладкие помидоры на поваренке Вот То, что нужно В общем, нужно банки мытые, да, что здесь еще Из специи очень мало всего Потому что здесь всего лишь укропа зонтики Перец горошком Болгарский перчик И вот еще очищенный чесночок Ну и сами помидорки, естественно Теперь вот это вот все мы закладываем по банкам Дальше заливаем один раз кипятком Сливаем Так, помидоры еще, кстати, нужно прокалывать Вот здесь вот я беру прям вилку и просто так прокалываю И все это складываем Заливаем раз кипятком Сливаем этот кипяток И заливаем уже готовым рассолом Григорий включил кондиционер Жарко тут у нас, да? Я же тут еще и закатываю помидорки Теперь хорошо Да, теперь, конечно, хорошо Тут вот помидорки уже залила Они уже, не знаю, наверное, на 15 стоят Я пока тут ту посуду Вот они Ту посуду перемыла Вот освободила себе вот этот стол И при помощи такой вот очень интересной штуки Которая одевается вот сюда вот И сливать будем сейчас рассол, вернее, водичку в кастрюлю И готовить рассол Что? Ничего Иди, ложись, отходи, а то тут горяченько еще Эти баночки уже литрушечки подосы Они не горячие Да нет, трехлитровые еще горячеваты Ой, горячие, я отсюда Да? Так можно держать? Нормально В общем, этот рецепт, знаете, без весов не обойтись Вот я вот здесь вот посчитала, что мне нужно как будто на 6 трехлитровых банок Долила сюда воды немного как раз, сколько нужно мерным стаканом В общем, все считаю То есть вот это как одна трехлитровая банка Еще одна трехлитровая Вот это вот по одной трехлитровой банке Это уже пять И вот это вот полторашка И я сюда же еще, получается, на 75 воды добавила В кастрюльку Теперь вот эту кастрюльку отмеряю На каждую трехлитровую банку 50 грамм соли То есть у меня их 6 банок Так что я отмеряю 300 грамм соли И сейчас еще 900 грамм на все 6 банок сахара То есть сахара на одну банку нужно 150 граммов В общем, соль Сейчас сюда же сахар Отвешиваем Все на весах Обновляем И сюда же сахар Досыпаем Ну как тебе лимон? Мам Тот был очень Базливый Печел Когда его облизываешь Он просто сильно кислый был А этот что? Что же бабушке сделаешь? Я не знаю, что Кислый И уже ночью подавать Угу А мне еще надо поспать И уже ночью подъехать Да, мама? Угу Кислый? Угу Что там кислый? А? Мам, где мой чай? Сейчас сделаем А мне это Ну как тебе лимончик, сынок? Нравится? Угу Так что, ты будешь есть лимоны? Нет Кислый Или кислый? Нравится А, порезать тебе? Мам, мне лимон на кусочек? Можно А как тебе лимончик? Ты китайец Какой ты китайец? Ну как тебе чай с трубочкой? Из лимона Ты будешь чай? Да Чай Чтобы лимон не пропал, я сделала воду с лимоном В общем, набрала просто воды и накидала сюда лимона А, мам Пить будем воду с лимоном Ты будешь пить воду с лимоном? Да Или нет? Да Ага А ты, сынок, нет? Не знаю, попробуем Ну, сейчас мы должны немножко постоять А, ну что, была желтая? Нет, она желтая не будет? Ну, не надо сюда руками Она должна быть желтая Да не, она не будет желтая А если будет желтая? А если будет? Нет Я не хочу, Лимон Это тебе Да? Ну отправляй его так сюда И сам Давай А все, ух ты, ну Самый старший Это мой, да? Да Он король Он королев Да, ты, ты, ты Да Еще по королевке мы пойдем Здравствуй, Данил Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу только помидорки закатываю пока Дед Мороз да, дом подарил так, я уже сделала сок из двух вот этих вот таких больших мисок помидоров, но они были не полные то есть где-то до сюда не с горкой было, а две миски и вот столько сока получилось вот соковыжималка Мулинекс не знаю уж какая тут у нее марка или как она там называется в общем, здесь две скорости одна для овощей другая для фруктов для мягких, в общем, здесь я на первое дело то есть здесь помидоры, виноград и для твердых, и для яблок, и для моркови вторая скорость ну как-то так и еще раз перекручиваю жмых то есть вот здесь вот эти отходики я их высыпаю в чистую миску и опять потихоньку сюда тоже кладу и из них прям такой густой-густой томатный сок получается и я в общем, получается, эти отходы еще раз перетираю в соковыжималке и сок достаточно такой прям насыщенный, томатный вот сейчас сюда добавлю на глаз соль и сахару по вкусу в общем, кто как любит, кто-то любит покислее мы любим такой закатывать томат который можно потом сразу пить то есть немножко и сахара, и соли добавляю вот, и все, он закипит, и я сразу буду его по банкам разливать и закатывать а вот же еще оставила помидорчики засолить как и огурцы, вот таким же рассолом кипящим залить на литр воды две ложки соли ложку сахара вот так вот и все, залью этим рассолом травок еще сюда, всяких разных укропа там, хренечка, всего наложу как на огурцы, в общем, только помидоры сделаю вот, это пока стоит, ждет пока нужно помыть соковыжималку все отлично, но мыть не люблю их ура, все помыла вот эту вот сеточку сложнее всего мыть и то вот здесь есть еще какие-то огрехи но это было уже невозможно в общем, ее я прям за дно щеткой детской очень хорошо тру все готово сейчас идем ставить на плиту томат вот томат закипел сейчас буду его катать на канале ПОВАН ЭТВ сегодня у нас томат перец с помидорами и, конечно, картошка с мясом и с томатом да, здесь у нас сейчас кусочки индейки обжарились с морковкой, с луком и здесь осталось немножко Анташа, не трогай в кастрюльке чуть томата здесь было я вылила ее сюда теперь нужно сюда добавить картошку вот такое жаркое, да? жаркое по-домашнему! Григорий уже ужинает, бабушка индейка у нас с картошкой, с морковкой и с луком и с томатиком с оставшимся не горячее мне осталось засолить помидорки рассол уже закипает вот сами помидоры вот всякие листики Гриша мне нарвал зубчики укропа, хрена и листики вишни и сейчас еще несколько зубчиков чеснока почищу и все это залью рассолом который на литр воды две столовые ложки соли и столовая ложка сахара в общем, как на огурце я делала помидоры тоже неплохо с ним получается и останется мне еще яблоки нарезать для этого для компота чтобы они закипели и постояли до завтра папа уже палац сейчас будет собирать уже все и высохло, да, пап? а ты что за счастливый человек тут? папа, кто заезжал? папа, а дедушка ты с дедушкой? а, Антон Сергеевич ну-ка оставьте Александра в покое он сам хочет по мне на руки да? нет, ты его держи за ручки пусть он тоже прыгает поднимай он же умеет ходить? да, умеет он не хочет, видишь, он пока не хочет да да и Рекса выпустили папа тут косит траву Рекс ест эту траву но он ищет эту, да, травку лечебную ты все уже на сегодня? а, еще? дети тут рвут траву вот это, которое не скашивается, да? а я буду снимать белье уже все высохло так, тихо, сейчас он упадет мам тут поднялась да? мы там играли, Саша вообще она нас колотила прям просто а, Фоня? прям просто колотила кого? наш с Димой еще раз так, у нас 12 часов ночи а у меня тут вообще ничего не получается хотела сделать завтра в Куме, в общем, Ане день рождения хотела сделать ей печеньки с предсказаниями но, блин, они прилипают и тут все мне испортило тут вот, в общем, несмотря на то, что я и смазывала противень подсолнечным и сливочным маслом ничего не помогает и не смазывала в общем, посмотрите, сколько тут слоев бумаги я перевела куча прилипших печенек они очень вкусные из всего честа получилось 3 штучки такие корявенькие поэтому я их сама съем завтра вот тут вот мои предсказания вот здесь еще они распечатаны с интернета в общем вообще ужас ничего не получилось кто пробовал делать печеньки с предсказаниями напишите, как у вас получилось или нет потому что они мега вообще пристают может быть, рецепт не такой он, честно, тоже с интернета 2 белка полстакана сахара полстакана муки 3 столовые ложки подсолнечного масла и 2 столовые ложки воды все но что-то там явно не то потому что на видео всегда легко отходит вот, в общем, ладно пойду спать не получилось завтра буду тут все отмывать после этого печенья завтра мы еще вяжем в общем, вот такой вот блин жара такая от духовки очень жарко хоть еще раз идти в душ ладно все всем вам хорошего дня хорошего вечера несмотря на то когда вы это все смотрите всем пока что-то